В Белгороде оценили самочувствие финансового рынка. В Белгородском государственном университете открылась международная трехдневная конференция с участием представителей Центрального банка, бизнеса, власти, научного сообщества из российских и зарубежных вузов. Онлайн-трансляция позволила охватить участников из разных регионов и стран. Эксперты обсуждают вопросы, волнующие граждан, предпринимателей и всех, чья работа связана с деньгами. Как банки и их клиенты пережили острую фазу кризиса? Какую помощь оказывает государство пострадавшим от пандемии? Какие новые технологии и инструменты делают финансовые услуги доступнее? Важнейшим фактором, повлиявшим на финансовый рынок и всех его участников, в этом году была пандемия. Несмотря на тяжести ее последствий для экономики, эксперты отметили существенную роль мер государственной поддержки, которые смягчили влияние кризиса. В частности, кредитные каникулы помогли людям на время отсрочить платежи банкам, ставшие для многих непосильными. В Белгородской области каникулы взяли около тысячи человек. Участники конференции подчеркнули, что в регионе отмечаются очевидные признаки восстановления экономической активности. Например, оживление кредитования среди предпринимателей. Для бизнеса сегодня работает целый ряд программ, позволяющих не только преодолеть текущие трудности и сохранить рабочие места, но и получить финансирование на реализацию новых проектов. Мы делаем ставку на отдельные инструменты, которые могут быть полезными в качестве альтернативы банковского кредитования. Как показывает практика, многие из предпринимателей, субъектов бизнеса слышали о том, что есть такие инструменты, но в практической части знакомы, скажем так, неглубоко. Поэтому наша задача дать не только знания, но и по сути дела сформировать некий навык для возможности использования данных инструментов. А в заключительный день форума ожидается выступление белгородских педагогов, социальных работников и волонтеров, которые представят проекты финансового просвещения. К секции подключатся десятки регионов страны.